здравствуйте в эфире программа город с о главных темах и событиях большого города про биржу слышали все но мало кто знает что же это на самом деле такое большинство обывателей считают что это такая бездонная бочка в которую деньги вливаются а обратно почему-то не выливаются и сегодня у нас в студии люди которые готовы на личном примере доказать обратное представляю вам представитель брокерской компании евгений киселев и участница конкурса трейдеров ирина горбунова а телефон прямого эфира 202 11 22 и так мы похоже сейчас ищем способ борьбы с кризисом и соответственно первый вопрос какова суть проведенного вами эксперимента и чем он все-таки закончился знаете я тоже задумался что для многих фондовый рынок это как бассейн в который вливается и не выливается потому что там все остается и многие трейдеры они задумываются как же вот сделать так чтобы деньги с фондового рынка забрать и они кстати не выливаются то почему потому что там и остаются перераспределяются между другими участниками создается впечатление что туда отдал обратно не заберешь вот и задумался как создать такую вот торговую систему которая бы позволила любому человеку научиться прибыльно работать на бирже и зарабатывать эту систему ну опираясь на свой опыт свои ошибки уже которые оплачены много раз ситуации на бирже когда тоже вливалась не выливалась разработали торговую систему опробовали ее на себе в августе а в ноябре набрали 10 добровольцев вот одним из которых стала ирина и на этих добровольцах опробовали систему насколько люди не подготовленные вообще к бирже могут на ней что-то заработать какие-то деньги на бирже и суть была в том что мы объясняли торговую систему людям они должны были совершать одну сделку в день то есть в день совершалось одно открытие позиции и закрытие позиции по нашим сигналам торговым которые они сами должны были учиться видеть и соответственно мы ввели статистику подводили итоги вот из 10 человек конкурс длился в течение месяца и каждую неделю мы подводили итоги и того по итогам месяца вот ирина у нас вошла в тройку лидеров тогда вопрос сразу к вам ирина а не страшно было играть на собственные деньги нет я точно могу сказать не страшно потому что во первых та сумма с которой мы начинали и на которые опробовали эту стратегию она в принципе доступна каждому и во вторых самое главное что дает эта стратегия это управление рисками как раз для меня например фондовый рынок это один из способов инвестирования своих собственных денежных средств да я согласна что риски потери собственных средств на фондовом рынке они выше чем допустим другие способы инвестирования но грамотно управляя этими рисками вполне можно добиться хороших результатов какая сумма была первоначально если не секрет не секрет 20 тысяч мы на этой сумме опробовали стра стратегию конечно еще более страшный вопрос а сколько заработали точную то примерно плюс минус 15 процент всего за месяц месяц более 15 процентов и это не годовых это за месяц то есть когда говорят что на бирже можно заработать вот 15 20 30 процентов в месяц это в принципе это довольно реальные цифры получается получается реально а сколько же вас лидер тогда заработал лидера заработал кстати знаете интересная еще особенность у нас все три места первые заняли девушки все три лидера девушки хотя у нас было пять мальчиков пять девочек в конкурсе но так сложилось не специально подбирали лидер заработал более 1 21 процента вот кстати вот мы с вами говорили про фильм волкс 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 стрит вот дикаприю надо было буду честь этот момент что там девушку надо было больше команду набирать так сколько лидер то заработал 21 процента за татар остиком там на больше 21 процента а всего три участника больше 15 процентов заработали и это вот всего лишь одна сделка в день одна Одна сделка в день. Каждый день одна сделка в день. В течение месяца. В течение месяца. Так-то вроде бы условия достаточно простые, но, наверное, неподготовленный человек не сможет так сыграть. Что людям нужно знать для этого? Самое сложное, вот знаете, за все годы, что на бирже торгую, я просто сам тоже торгую давно, и пришел к выводу, что те люди, кто проигрывает деньги на бирже, как правило, в большинстве своем, они прекрасно разбираются в различных видах анализа, знают технический анализ и так далее. Но они все равно проигрывают деньги на бирже. Почему? Потому что определяющим является дисциплина и психология. Вот дисциплина, контроль над рисками и психология – это главные факторы для успешной торговли. Именно поэтому одна сделка в день, и делать одну сделку очень сложно, не по техническим причинам, а потому что хочется сделать вторую, третью, N+, первую и так далее. И у нас были несколько участников еще параллельно, я набирал тоже людей, желающих научиться торговать. Мы их отсеивали через несколько дней за нарушение именно этого принципа. То есть они совершали сначала 5-8 сделок в день, потом 20, и потом их было не остановить. Это уже человек попадает в эмоции, и у него уже не будет, как правило, в подавляющем большинстве случаев прибыли не будет. А вот вы упоминали здесь технический анализ, есть еще фундаментальный анализ. Ирина, вы все вот эти виды анализа знаете? Ну, как начальный, на начальном уровне да. На начальном уровне это как? Ну, конечно, ну, как сказать, для торговли по моей стратегии, допустим, по той, которую я торговала до участия в конкурсе, достаточно было только технического анализа, потому что это была внутридневная торговля, и фундаментальный анализ там, в принципе, роли не играл. А фундаментальный анализ я знаю в общих чертах, ну, для того, чтобы в целом охарактеризовать финансовое положение какой-то компании. А можно вот для зрителей коротко объяснить разницу между фундаментальным и техническим анализом? Или это мы сейчас тут начнем алгеброй заниматься? Да нет, нет, вполне нет. Ну, коротко вот. Кто скажет? Давайте вы. Ну, в двух словах, технический это анализ графиков, различные индикаторы и так далее. А фундаментальный это анализ фундаментальных показателей компании, отчет о прибылях, убытках, изучении и так далее. То есть в двух словах разница в этом. Для того, чтобы, скажем так, торговать куда-то там в перспективу, лучше знать фундаментальный. Лучше фундаментальный, да. А внутри дня, соответственно, технический. А внутри дня фундаментальный вообще роли не играет. Для нашей стратегии фундаментальный вообще не нужен, поскольку прогноз дается на ближайшие 5-20 минут. А если, скажем так, к вам приходит человек, грубо говоря, с улицы, который не знает ни технического, ни фундаментального анализа, и вообще биржу никогда в жизни не видел, вы его можете научить основам, чтобы он мог работать самостоятельно? Из 10 человек, кто принимал участие в конкурсе, дошел до финиша, 5 человек, которые первый раз в жизни открыли счет на бирже и не знали никакого вида анализа. Мы их познакомили, 4 фильма они посмотрели с основами теханализа и один фильм со стратегией. И результат у них получился, как ни это ни странно, лучше, чем у тех, кто знал анализы, кто имел опыт работы на рынке. Вот результат у тех, кто был первый раз новичков, был лучше, потому что у них не было взгляда и мысли о том, куда пойдет рынок. Многих инвесторов это губит, трейдеров. Они начинают задумываться, а что сегодня будет с нефтью, с долларом, с золотом, растяну будет или падать. И вот это их мнение начинает оказывать влияние на их торговлю. И вместо того, чтобы смотреть просто сигналы, которые дает технический анализ в нашем случае, они начинают свое мнение отражать в своих сделках. А новички, они не испорчены этим, они видят сигнал и просто работают по нему, потому что не знают, что будет и получают прибыль. А вы, еще раз уточню, какие фильмы показывали? Это наши собственные фильмы. А, то есть, вашего производства? Да, собственного производства. А «Волкс Уоллс» ты не показывали? Нет, это чисто фильмы по техническому анализу, учебные. А то я так чувствую, этот фильм для брокеров может как Библия стать, для автопродавцов есть. Это фильм «Продавец», где там такой лихой и малый был. А у вас, может, как раз с декабря вы это кино, где продают мне эту ручку. Пробежу, да. Много фильмов снято. И книга, и фильмов. А, «Уолл-стрит», по-моему, так и называется. «Уолл-стрит», «Оборотни с Уолл-стрит». Ну, то есть, в принципе, «Волка» достаточно легко вырастить. Биржевого «Волка» очень. Да, который будет зарабатывать, ну, скажем так, не миллиарды, не ворочать там, как Сорос, а, что-то сказать, семью обеспечивать, деньги свои сохранять, приумножать. Ну, скажем так, вот у нас одна девушка, которая заняла первое место, лидер, она сейчас, вот начав с 20 тысяч, тоже, как все, это у нас было условие, потому что философия этой стратегии заключается в том, что мы за месяц приучаем людей к дисциплине, соблюдать дисциплину, делать одну сделку, соблюдать контроль над рисками. И брокерский счет – это как ребенок, он должен быть маленьким и должен расти, естественно. Когда человек заводит сразу большие деньги, то можно родить ребенка, а можно слоненка. Если он рождает такого мамонта, этот мамонт его просто задавит, и все. И он, потеряв там за один день сколько-то процентов от счета, просто встанет в ступор. А когда счет маленький и плавно растет, то это к лучшему. Так вот у нас эта девушка, начав с 20 тысяч, сейчас плавно она уже увеличила счет, ну, естественно, она добавила туда денег, она в день зарабатывает уже 5-6 тысяч ежедневно. — Является фондовый рынок хорошим средством для инвестиций, особенно вот с учетом нынешнего такого тяжелого периода достаточно? — Для тех людей, кто способен контролировать себя, свои эмоции, исследовать определенной собственной стратегии, готов обучаться, ну, постоянно вот самосовершенствоваться и работать по какой-то системе. Это, да, способ заработать, способ инвестировать. Для тех, кто приходит сюда как в казино поиграть, это скорее способ получить эмоции, потерять деньги, получить эмоции. Ну, эмоции будут, да. И вообще тоже вот всем клиентам своим говорю, что прибыльная работа на рынке, она достаточно скучна, она не должна вызывать эмоции. Если у вас эмоции возникают все время, вы радуетесь или там печалитесь все время по поводу каких-то сделок, то, скорее всего, вы проигрываете деньги в конечном итоге. Поэтому вот так вот. — Ну, судя по статистике, кстати, девушки-то лучше играют. — Девушки, понимаете, есть особенности чисто гендерные девочки от мальчиков, что девочки в любой момент времени знают ответ на вопрос «Сколько?». Сколько у нее прибыли, сколько убыток, и она умеет считать риски. Мальчикам, как правило, нужно доказать, что рынок не прав, а я прав. И они начинают борьбу с рынком. И, естественно, иногда рынок побеждает. — Ну, лучшие снайперы тоже, говорят, из девочек, получается. — А у нас, кстати, стратегия «снайпер» так и называется. — Вот, угадал. — Так может ли это все в кризисное время-то помочь? Потому что у людей, ну, вы бы, вот, например, стали бы рисковать своими деньгами вот в период, когда такая мощная нестабильность идет? Когда рубль взад-назад, нефть тоже изрядно колеблется? — Я бы не сказала рисковать. Это время возможностей. Потому что обычно в кризисное время рынок очень спекулятивный, очень волатильный. Соответственно, время спекулянтов пришло. — Не помню, чья была фраза, вот как раз про то, что лучшее время входа в рынок — это как раз кризис какой-нибудь. — Ну, конечно. — В принципе, да. — Давайте вот еще о чем. Как мы знаем, по статистике, опять же, когда начинаются тяжелые времена, расцветают финансовые пирамиды, появляется много финансовых мошенников. Так вот, насколько легальная игра на бирже? Она как-то регулируется? Какие-то правила, законодательные акты имеются? — Есть легальная игра на бирже. И есть различные схемы мошеннические, которые маскируются под биржу. Вот легальная игра на бирже, она регулируется у нас. Закон об акционерных обществах, закон о рынке ценных бумаг. Контролирующий орган у нас — Центральный банк Российской Федерации. Все услуги оказываются лицензированными участниками, профессиональными участниками рынка ценных бумаг. И кроме как через них, никак по-другому на биржу зайти нельзя. А требования к профучастникам достаточно суровые. Это минимальное требование, что собственный капитал не меньше 100 миллионов рублей и более. Это уже просто любое ООО не сможет оказывать такие услуги. А как мошенника тогда отличить? А мошеннические схемы? Существует много различных схем сейчас по какому-то псевдодоверительному управлению, когда людям предлагают проценты большие либо в месяц, либо в день. Говорят, мы заработаем вам полтора процента в день. Ну, простой вопрос, если такой умный, что ж такой бедный, зачем тебе деньги? Если ты столько зарабатываешь, работай на свои. И когда у нас приходят клиенты, у нас были такие случаи, когда приходит человек и говорит, я хочу отдать вам денег в доверительное управление. Я ему говорю, мы принципиально не берем в доверительное управление, и у меня есть портрет лучшего доверительного управляющего. Он подходит к стене, где этот портрет висит, и это висит зеркало. То есть вот там он может посмотреть лучшего человека, кто лучше всех может управлять его деньгами. Только сам. А я думаю, а вроде можно повесить. Ну, а вроде для себя только управлял. Это мошенничество. Ну, то есть для того, чтобы не ошибиться с выбором брокера, нужно проверить, что это за компания, что она предлагает. Да, что это профессиональный участник рынка ценных бумаг. А есть какие-то, скажем так, в интернете сайты или что-то, как документацию-то вот эту проверить? Они где-то зарегистрированы? Есть список брокеров? Естественно, в интернете есть список брокеров. На сайте ФСФРа, на сайте Центрального банка есть список у лицензированных брокеров. И лицензии у брокеров выданы должны быть. А как попасть на фондовый рынок? То есть вы приходите брокеру, заключаете договор и дальше работаете? Биржи перечисляются безналичным путем. Деньги на биржу. Причем, что хочу обратить внимание, что когда деньги перечисляются на легальную биржу, вот, например, нашу московскую биржу обслуживает ЗАО НРД, Национальный расчетный депозитарий. И банк получателя всегда стоит в ЗАО НРД у любого брокера. Это клиринговая организация, не банковская, которая обслуживает биржевые торги. Соответственно, деньги человека гарантированно попадают на биржу, а не на расчетный счет в коммерческий банк, некий расчетный счет некой фирмы в коммерческом банке, которые, ну, бывают такие схемы, или человеку говорят, а мы тебе на биржу поставим лимиты. Вопрос, каким образом его деньги попадают на биржу, скорее всего, никаким. То есть это тоже один из признаков того, что вы торгуете на легальной бирже, на реальной, когда ваши деньги уходят не просто в коммерческий банк, а клиринговые организации биржи. Вот этот момент, товарищи телезрители, надо бы запомнить, что именно НРД, никуда больше. Это банк получателя. Да, банк получателя. Вы, кстати, упомянули московскую биржу, но у нас же есть возможности выхода на американскую фондовую биржу, на Форекс. Что именно выбрать? Знаете, вот, говорят, пословица хорошая есть, народная мудрость, она же не просто так, что замарим телушка-полушка, да рубль перевоз. Тем более сейчас, в наше время, когда у нас еще и санкции действуют, я бы не рекомендовал клиентам вкладываться на американскую биржу, тем более, если у них небольшие средства. Я понимаю, когда это крупный инвестор портфельный, у которого там миллионы долларов, и который действительно способен грамотно выйти на американскую биржу. Во-первых, на американской бирже есть стандарт, что профессиональный инвестор там, квалифицированный, который может совершать несколько сделок в день, это от 25 тысяч долларов. То есть, это уже определенный порог, это минимум и более. Выйти легально на американскую биржу, в принципе, можно, но технически это достаточно сложно. И я не вижу смысла для большинства людей это делать, поскольку московская биржа, она точно так же ликвидна. Торгуют там все инструменты, которые необходимы. Тоже золото, нефть, доллар, евро, акции, все, что хотите, индексы. Все там торгуется, всем можно спекулировать. И смысла выходить на американскую биржу, большого не вижу. Что касается Форекса, то для того, чтобы торговать валютами, у нас есть все валюты, торгуются на московской бирже. И нет смысла выходить на какие-то иностранные площадки, поскольку в большинстве своем это такие игровые автоматы. И фирмы, которые оказывают такие услуги, ну, чаще всего они, ну, скажем так, как бы это приличное слово подобрать, вряд ли там кто-то заработает денег. Просто так вот сказать для инвесторов, что я не видел человека, который зарабатывает вот на таким способом деньги. Я бы еще хотел у тебя осуществить один момент. Когда человек заключает договор с брокером, брокер же тоже должен что-то получать. Как происходит расчет с брокером? Брокер получает комиссию от сделки. От каждой сделки брокер получает комиссионное вознаграждение. Брокеры и биржи. А какого размера это комиссионное вознаграждение? В среднем комиссия, кстати, у первой, скажем, двадцатки брокеров, если взять, то более-менее комиссия примерно одинаковая. И составляет где-то от 0,03 до 0,05% от суммы сделки. То есть, если в цифрах, то это от сделки в 100 тысяч, это 30-50 рублей в среднем. Вот такая комиссия. Но сделка хоть прибыльная, хоть неприбыльная, брокеру все равно. Хоть прибыльная, хоть неприбыльная, брокеру все равно. А получает он от общей стоимости сделки? В момент совершения сделки от суммы сделки. Комиссия сразу снимается. И брокеры, и биржи. Опять же, многих волнует вопрос. Кстати, вот пришло. Можно ли совмещать игру на бирже с основной работой? Есть у вас такие прецеденты? Достаточно много таких прецедентов. Я так думаю, все участники совмещали. Где-то работают. А у вас как это получалось? Ну, я-то себе представляю, что этот человек сидит, постоянно смотрит в программу. Ага, пошло вверх, значит, надо сидеть, ждать, чтобы продать. Пошло вниз, ага, значит, сейчас будем покупать. Вот нельзя другими делами-то заниматься. Или какие-то другие способы есть? Опять же, каждый человек должен выбрать для себя удобную для него стратегию. Соответственно, если он может уделять этому делу полчаса в день, соответственно, вот в эти полчаса нужно уложиться. Если нет, то смысла заходить на рынок нет. Ну, и стратегии есть разные. Есть долгосрочные, когда человек достаточно один раз в день после торгов посмотреть рынок и понять, что он будет делать или не будет делать что-то на этой неделе. Даже так. А есть краткосрочные. То, что вот вы говорите, что каждый день смотреть, как растет, как падает, это какие-то внутридневные краткосрочные стратегии. А у вас, вот вы говорили про систему сигналов. Как вы их подавали, участников? Это мы не подаем сигналы. Мы обучаем, как их видеть. То есть, у нас есть четыре, когда сходятся индикаторы, вот, четыре индикатора дают сигнал, то человек открывает позицию. И четыре есть причины закрыть позицию. Как правило, она удерживается от пяти до двадцати минут позиция, не больше. И, соответственно, мы людей этому обучаем, они сами смотрят на рынок и сами видят эти сигналы. А мы по ходу вот их обучения уже следим, что они это делают правильно. То есть, раз в неделю мы собираемся, смотрим сделки друг друга, оцениваем. Биржевой дневник, каждый ведет каждый день биржевой дневник и такой трейдерский клуб. То есть, мы оцениваем, кто какие сделки совершил, насколько это правильно, то есть, оправдано. И люди учатся быстрее на своих ошибках, на ошибках товарищей. Это все смотрится, учатся и очень быстро идет прогресс. — Вы, опять же, говорили, что биржа, она такая достаточно, как правильно слово, волатильная. — Ну, волатильность есть. — Так вот, как разобраться, удерживать позицию, покупать, продавать? Есть какие-то основные сигналы, которые вот прямо очевидны? — Универсальных сигналов таких не бывает. У каждого человека своя стратегия торговли. Она может быть долгосрочная, среднесрочная. Три вида краткосрочных стратегий существуют. И каждый человек выбирает для себя, пишет свою систему. Если у человека есть система торговая, по которой он работает, он для себя определил, что вот он работает по следующим сигналам, то и ведет он свою статистику, биржевой дневник, и работает только по системе, то он имеет счастливую возможность ее корректировать и усовершенствовать. И, в конце концов, отработать до такой степени, что она будет давать ему плюс. То есть, если бессистемно, то он просто ищет все время какие-то сигналы, то, скорее всего, он получит убыток в долгосрочном, даже среднесрочном перспективе. — А вы своих студентов ограничивали в наименованиях акций? То есть, вы им рекомендовали, допустим, держаться, грубо говоря, списка вот таких-то бумаг? Или они могли работать с любыми, какие им понравятся? — Ограничений нет. Любые из первой десятки по ликвидности. То есть, самый ликвидный. Теханализ работает лучше там, где есть ликвидность. Соответственно, самые лучшие торгуемые — 10 инструментов. Первая десятка. А из нее любое. — А можно уточнить, какие это 10 инструментов? — Мы торговали на срочном рынке. Соответственно, это индекс РТС, это доллар-рубль, золото, нефть, акции «Газпром», «Сбербанк», «ВТБ», «Евро-рубль», «Евро-доллар». Ну и кто еще там один на свой вкус? — Вот я не ошибаюсь, «Газпром», «ВТБ» и «Сбербанк», это же, по-моему, они в индекс ММВБ входят, по-моему, нет? — Ну, в индекс они входят, само собой. Просто еще есть же фьючерс на акции «Газпрома», на акции «Сбербанк», акции «ВТБ». Сами по себе тоже торгуются. — Если я, опять же, не ошибаюсь, то начали вы торговать в ноябре. — Да. — А в ноябре как раз вот и началась вся вот эта вот катавасия с рублем-долларом основная. А насколько вам это палки в колеса ставило? Или вы этого даже не заметили? — Да я бы сказала, и не заметили, потому что основная волатильность была на валютах. То есть, как Евгений Дорчич сказал, доллар, евро, евро-доллар. Рынка акций непосредственно не очень коснулась. Вот чтобы таких сильных волнений на этом рынке не было. Поэтому вполне работали сигналы. — Мы часто в новостях приводим показатели индекса ММВБ. Насколько я помню, вот в ноябре, в конце ноября он был где-то в районе 1400. А сейчас он уже 1700, если я не ошибаюсь, близко к 1800. Вот за это время стоимость акций сильно изменилась? — Акции существенно подросли. — За последний месяц-два. — Это я просто, чтобы люди поняли, что они упустили. Какие лучше, хуже, опять же, зависят от вашей стратегии инвестирования. Если у вас нет стратегии инвестирования на рынке, то вам никакие акции не нужны. Вы лучше положите на депозит в банк и не мучаетесь. Ни себя не мучайте, ни других. Это будет больше дохода и больше пользы. Если у вас есть стратегия, тогда уже какая стратегия? Если она долгосрочная, тогда будем оценивать фундаментальные показатели акций. И с точки зрения долгосрочных и фундаментальных показателей, на мой взгляд, сейчас самые привлекательные, как это ни странно, да, но все-таки акции «Газпрома» остаются. У них самые лучшие коэффициенты. И они стоят дешево. При тех же ценах, что они сейчас выросли, там все равно они стоят дешево. И потенциал роста у них просто огромный. Есть бумаги, которые уже сильно выросли. Та же «Транснефть», тот же там «ВСМПО АВИСМА». Они уже сильно выросли. Но многие бумаги все равно сохраняют большой потенциал роста. Вот за последнее время мы все очень хорошо выучили слово «санкции». А вот они как-то на фондовом рынке отражаются? То есть нам объявляет Америка, все, завтра вот у вас санкции. И что происходит? Когда это все начиналось, то и объявляли санкции, то как бы волатильность была от этого больше. А сейчас постепенно мы понимаем, что санкции на самом деле на нас особо не влияют. И можно сколько угодно объявлять санкции, но экономика страны, она достаточно прочная. И то, что сейчас вот рейтинговые агентства понижают рейтинги, очередное... Вот, кстати, я про рейтинговые агентства хотел спросить. Да. То есть на самом деле это говорит только лишь о том, что вот эти рейтинговые агентства, они слишком политизированы. И их мнение, чем больше они понижают рейтинг России, тем меньше стоит их мнение. Поскольку они показывают просто свою некомпетентность. Ну да, была такая нестыковочка. По-моему, какое-то американское агентство нам в очередной раз понизило рейтинг, а китайские нам наоборот подняли. И у них вышел там большой спор между собой, кто прав, кто виноват. Ну, скажем так, когда несколько лет назад обанкротился один из старейших брокеров и имел наивысший рейтинг по всем рейтинговым агентствам, это не спасло его от банкротства. И понижение вот этих рейтингов сейчас нам, это совершенно никак не влияет. Что нам понизит рейтинг до мусорного, и наши облигации должны упасть в цене. Так, слава богу, мы их выкупим дешевле, пускай они продают их. Нет проблем. Еще вопрос. Вы говорили, что на фондовом рынке российском можно практически любые бумаги покупать. Многие интересуются бумагами иностранных компаний, например, немецких каких-то, итальянских. Ну, в общем, те, которые котируются в Европе. А их можно на нашем рынке покупать? Ну, пока, скажем, список этих компаний, которые есть на нашем рынке, невелик, и ликвидность по ним низкая. Поэтому большого смысла их покупать не имеет. И еще такой вот момент, что, как правило, все-таки западные рынки относительно фундаментальных коэффициентов и западные компании, они стоят существенно дороже наших. И наши компании в тех же отраслях, скажем, производства, экономики, они дешевле стоят. Поэтому пока вот эта вся нестабильность мировая и все остальное у нас не будет. Торговаться большого количества западных компаний на нашем рынке. И какого-то большого спроса на эти компании тоже не будет со стороны наших инвесторов. Но сейчас, судя по новостным лентам, есть вероятность, что кризис потихонечку начнет заканчиваться. Как вы считаете, сейчас хорошее время входа на рынок или не очень? Как? Ирина, на мой взгляд, как? На мой взгляд, если долгосрочные инвестиции рассматривать, то, ну, немного пока рано. Если среднесрочные или краткосрочные, то заходить можно всегда. А ваше мнение какое? Я считаю, что еще, возможно, одна небольшая волна пролива вниз на нашем рынке. Но все вот эти проливы, честно говоря, они достаточно быстро выкупаются. И заходить на рынок, возможно, что дальше мы будем жалеть, что не зашли по таким ценам, что есть сейчас. Ну что ж, похоже, мы только что нашли способ защиты своих денег в кризис и доказали, что он работает. Но время передачи подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Приятного вечера.